Проверка началась со строительного рынка торгового комплекса «Воскресеночка». Начальник территориального отдела номер 18 Госатомтехнадзора обращал внимание на нанесение разметки для соблюдения покупателями социальной дистанции ухода павильоны. У вас раньше была нанесена социальная дистанция, сейчас разметочка у вас отсутствует. Будьте добры, пожалуйста, восстановите эту разметочку, потому что несоблюдение данных требований может привести к привлечению к административной ответственности по статье 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кое-где разметка нанесена, но стерлась. Постановление о режиме повышенной готовности в регионе губернатор Подмосковья подписал в марте. С тех пор предпринимателям приходилось не раз наносить ограничивающие полосы. Расстояние между ними должно быть не менее полутора метров. Поэтому некоторым бизнесменам придется позаботиться о том, чтобы посетители смогли соблюдать социальную дистанцию на улице. Социальная разметка нанесена только непонятно. Написано, там полтора метра, тут метр. Ну, это как-то должно быть минимум полтора метра. Так-то это дело исправить. И внутри помещения мы смотрим, что социальная разметка нанесена. Внутри павильонов подобные требования и к напольной разметке. Также должны быть в открытом доступе санитайзеры. Предусмотреть санитайзеры либо влажные антисептические салфетки. У вас они должны стоять в доступном виде для покупателей. В этом павильоне даже полы помыты с использованием дезинфицирующих средств. Но проверяющие обращают внимание и на другие нюансы. Перчаточки, которые у вас там находятся, это в свободном доступе? То есть в свободном доступе для граждан, которые приходят без масок. Я рекомендую вам опустить санитайзеры и маски пониже для покупателей, чтобы они были в свободном доступе и визуально просматривались при входе в магазин. Все нарушения были изложены директору торгового комплекса. Предприниматели, извлекая выгоду, должны думать и о здоровье покупателей. Мы проверили несколько торговых помещений. Замечания какие? Замечания следующего плана. То, что отсутствует социальная разметка для соблюдения социальной дистанции при уходе в помещение, а также в ряде торговых помещений. У вас, как руководителя данного торгового комплекса, попрошу более требовательно подходить к соблюдению требований постановления, и чтобы постановление выполнялось в полном объеме. А также у вас же при входе в торговый комплекс есть сотрудники охраны какие-то. Попрошу тоже, чтобы они гражданам напоминали о соблюдении как социальной дистанции, а также масочного режима. Хорошо, спасибо. Разметку восстановим, будем контролировать. Санитайзеры тоже должны быть в каждом помещении в открытом доступе для покупателей. А это уже замечание представителя надзорного органа к посетителю рынка. Почему вы не соблюдаете масочный режим? А у меня есть маска. Я сейчас войду в магазин и одену маску. Есть масочка. Обязательно. Хорошо. И хотя рейд носит профилактический характер, запланирована повторная проверка. Руководителю администрации торгового комплекса «Воскресиночка» на замечания указаны. Он заверил, что в течение суток данные замечания будут устранены. За несоблюдение социальной дистанции, а также несоблюдение ненанесения своевременной социальной разметки предусмотрена административная ответственность по статье 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а за несоблюдение масочного режима в соответствии с законом Московской области об административных правонарушениях предусмотрена ответственность по статье 36. По регулярным нарушениям и неисполнению требований Роспотребнадзора мы выявлены составить и направить материалы проверок Роспотребнадзор, где впоследствии торговый объект может быть приостановлен на 90 суток. В случае неуполнения требований Госадомтехнадзора и Роспотребнадзора нарушителей накажут рублем. Так, за несоблюдение масочного режима штраф для граждан составляет 4000 рублей. К самим торговым объектам со стороны администрации городского округа Воскресенск повышенное внимание. Регулярно проводится мониторинг торговых объектов федеральных торговых сетей магнит, пятерочка, дикси, карусель, в том числе и розничной торговли на предмет соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора. Мое ежедневное мобильное приложение осуществляет мониторинг по наличию маски в продаже, масок, санитайзеров и продуктов первой необходимости. В данный момент соблюдение масочного режима является обязательным. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, Новости, Искры ВЭКТ.